Приветствую вас! О всемирно известном армейском внедорожнике Виллис, пожалуй, знает каждый человек, который хотя бы немного знаком с автомобилями. В свое время этот автомобиль был популярным не только в самой Америке, но и далеко за ее пределами. Но мало кто знает, но в середине 50-х годов на волне популярности данной машины велись разработки на его базе другого автомобиля, в виде малотонажного грузовика и фургона. Ведь именно в таких небольших автомобилях остро нуждалась послевоенная Америка. Новый автомобиль, разработанный дизайнером Бруксом Стивенсоном и имевший название Jeep FK-150 или Jeep Forward Control, был создан компанией Виллис Эверланд в 1956 году на базе гражданской версии армейского внедорожника Виллис Си-Джей-5. В основу будущего автомобиля легла прочная стальная рама, на которой инженеры могли установить различные виды кабин. И уже потом адаптировать автомобиль под различные нужды, будь то карета скорой помощи, пожарная машина, спецтехника и многое другое. Силовым агрегатом, который разместили в передней части между пассажирскими сиденьями, служил все тот же четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель от Си-Джея, Виллис F-134 Hurricane. Позднее на автомобиле можно было установить и более мощные четырех-, шести- или восьмицилиндровые двигатели объема 2,2, 3,7 и 4,5 литра. Автомобиль, как и его предшественник, имел полноприводную трансмиссию и ту же трехступенчатую механическую коробку передач, Borg Warner T-90. Также на автомобиле была реализована та же колесная база с грузовым отделением длиной 2 метра, при общей длине автомобиля всего 3,7 метра. Водитель с пассажирами размещались в довольно-таки спартанской двух- или четырехдверной кабине, без всяких излишеств. Для лучшей обзорности, V-образное лобовое стекло оригинального дизайна было изменено на изогнутую форму. Было перегруппировано рулевое колесо по отношению к педалям сцепления тормоза для облегчения управления и переработана приборная панель, соответствующая новой машине. Для уверенности, что перед потенциальным покупателем все-таки джип, а не какой-то другой автомобиль, дизайнерами передней части кабины была сделана решетка в стиле марки Willis. В конце ноября 1956 года, после закрытой презентации, уже первые автомобили поступили на продажу к дилерам. И в целом, многим покупателям он понравился. И в первый год их продали аж 10 тысяч экземпляров. Но как бы нехорошим получился автомобиль, недостатки у него все-таки были. И главным недостатком была его короткая база, которая ухудшала устойчивость автомобиля на шоссе и склонность его к опрокидыванию на бездорожье. Чтобы решить данную проблему, автомобиль в 1958 году подвергся дальнейшей модификации, вследствие чего его колесная база была увеличена. А в задней части рамы устанавливался тяжелый противовес, противопрокидывание на нос. Новая модель получила индекс FK-170. Кроме удлинения рамы, автомобиль получил как новый шестицилиндровый бензиновый двигатель Super Hurricane, мощностью 108 лошадиных сил, так и новую четырехступенчатую коробку передач Borg Warner T-98. На базе новой 170 модели было выпущено различное множество модификаций, такие как автобусы, пожарные машины, фургоны, аэродромные пикапы, а также различные автомобили для военных под индексами M. Но, к сожалению, модели FK не стали в США настолько популярными, насколько на это надеялись в руководстве компании. Хотя в Европе данные автомобили, выпущенные по лицензии, имели большой успех. И выпустив за все время с 1956 по 1965 года автомобили различных модификаций в количестве 30 тысяч штук Jeep Forward Control сняли с производства. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова